Команды ЦСКА. Дмитрий Харин, капитан команды, защищает воротов. Второй номер Алексей Гущин, третий Сергей Колотовкин, четвертый Дмитрий Быстров, пятый Сергей Фокин, шестой Василий Иванов, седьмой Денис Машкарин, восьмой Александр Гришин, девятый Олег Сергеев, десятый Дмитрий Корсаков и одиннадцатый Валерий Минько, главный тренер Геннадий Костылев. Встреча началась с мячом футболисты Барселоны, они уже на половине поля команды ЦСКА, ну естественно тут уж прогнозов, высказываний было сколько угодно и чаще всего, и чаще других началков, ну что, как наши сыграют с Барселоной, наверное проиграют, да нет, я что-то так думаю, что не проиграют. В атаке команда ЦСКА на месте левого крайнего, наши добываются право на угловой с места левого крайнего. Приехали, конечно, болельщики испанские, поклонники Барси, как ее чаще называют Барселоной, в Москву. Испанцам холодно, как они заявили, считая, что погода плохая, ну это, так сказать, их личное дело. Мы другой им приготовить не могли, так что есть. Армейцы подают. Ах, не успевает наш игрок нанести удар по воротам. Мяч отбит за середину поля и поднят в ложок арбитра на линии. 0-0, счет пока не открыт. Армейцы Москвы оставили свой, так сказать, победивший состав в матче чемпионата России. Армейцы удачно сыграли с Ахморалом, победив 5-2. Ведут борьбу за призовое место в российском первенстве. Ну, а, конечно, все мысли их были уже о матче с Барселоной. БКЧ. Этот игрок может сыграть и на месте защитника Халпека в нападении. Такой универсальный игрок, седьмой номер. Игрок сборной Испании. Особое внимание, конечно, уделят в обороне к армейце, нападающему из Болгарии, Кристос Тойшкову, самому результативному в команде Барселона. Барселона выиграла Кубок Европейских чемпионов 20 мая. Ну и 80 тысяч зрителей собралось на стадионе в Лондоне на Уэмбли. И гол на 112-й минуте забил Рональд Куман пушечным ударом метров с 25 после розыгрыша свободного удара. Атакуют армейцы, можно бить поворотом удар, сильнейший удар, мяч летит мимо. Бил десятый номер команды ЦСКА Корсаков. Хорошая атака армейцев. Ну вот если бы попробовал пробить все-таки в направлении дальнего угла, может быть бы и попал в ворота. Супи Саретто вратарь сборной Испании, опытнейший голкипер. Много матчей за национальную команду. И если кто-то и критиковал его в последних играх национального первенства, то, как сказал Йохан Крой в интервью нашим журналистам, напрасно совершенно, потому что лично у него претензий к вратарю никаких нет. Супи Саретто является капитаном Барселоны. А это уже чего-нибудь дозначит. Ну и главный арбитр Ротлисбергера в Швейцарии на ваших экранах только что был. Барселона с мячом на половине поля команды ЦСКА. Пятый номер в атаке. Надаль. Мяч уходит за пределы поля игрока испанской команды. Чаще всего в Барселоне используют расстановку игроков по схеме 3-5-2. Но Йохан Крой не прочь изменить эту схему в зависимости от того, как играет соперник, увеличив число атакующих или число защищающихся. Но все-таки чаще всего бывает вот так. 3-5-2. Сейчас в атаке армейцы. Подача на штрафную. Два игрока ЦСКА боролись за этот мяч и, по-моему, они друг другу немножко помешали. А в принципе верно действовал и тот из них, который пытался мяч головой сбросить под удар своему партнеру. Не вышло. С мячом от снова армейцы. 7 минут сыграли команды в первом тайме. Счет не открыт. 0-0. Матч розыгрыша Кубка Европейских Чемпионов ЦСКА Барселона в Лужниках на большой арене. В четверг здесь Спартак встретится с Ливерпулем. Быстров. Пас вперед. Ну, в общем-то, этой передачей пытался защитник команды ЦСКА бросить прорыв кого-то из тех, кто находился на передней линии. Не поняли. Армейцы друг друга. Куман послал мяч вперед. Наталь. Перер. Снова Наталь с мячом. Покин. Иванов посылает мяч вперед. Не получается. Ну, тут Покин подсказывал своим товарищам в команде, чтобы они вот в этой ситуации шли вперед. Там была возможность послать мяч в штрафную площадь. Находилось там три игрока ЦСКА. Армейцы получили право на штрафной. Колотовкин прорывается к воротам, но может вдоль ворот прострелить и пытается это сделать еще раз. Одна попытка удалась, но мяч не сильно летел. И Супизарето спокойно забрал его в руки. Послал на правый фланг Гойкоя Чая. Гойкоя Чая с мячом набирает скорость, идет вперед. Перед ним уже вырос кто-то из армейцев. Пас назад. Третий номер Гвардиола переводит мяч на левый фланг. Испанцы с мячом. Пас вперед. Отличная передача. Вразряд пас. И штрафную площадь. Молодец Карин. Отлично прочитал эту атаку. Вышел из ворот за пределы площади ворот. Забрал мяч в руки и опередил тем сам Бекерестайна. Капитан команды ЦСКА с мячом сейчас выбивает мяч в поле. Мяч поднимается над зеленым газоном. Испанцы владевают мячом. Десятый номер. Сокристайна. Ну, испанцы здесь, мои коллеги, комментаты, называют его просто покороче. Эль Себио. Это десятый номер. А одиннадцатого Бекерестайна Чики. Им так удобнее. Ну, нам не лень полностью называть. Сокристайна, Бекерестайна. Вроде бы с произношением так уж и неплохо. Будем так и продолжать. Ну, в свою очередь, мои коллеги и испанские комментаторы из Каталонии. Трансляция идет на Испанию. И переставец, как правильно произносить фамилии армейцев Москвы. Я в этом помог. Я думаю, что все тут и у них тоже нормально. Четвертый номер. Куман пасует налево. Феррер с мячом. Передача направо. Гойкача опередил Колотовкина. Играет с партнером. Пас Сокристайну. Тот останавливается. Что дальше? Гойкача пытается прорваться по правому флангу. Его опережает Колотовкин. Армейцы легко обыгрывают испанцам. Но тут сошибается неожиданно совершенно, отдавая мяч шестому номеру Иванову. Сокристайну ввел мяч в игру. Нарушения правил нет. Иванов пасует в оборону. Корсаков пас налево вне игры. А вот можно было не отдавать мяч. Очень хорошая возможность у Корсакова была самому сыграть. Взять игру на себя. Тем более, что перед ним был лишь один соперник. Обыграть он его, конечно же, мог. И дальше уже ринуться к воротам. Так что это был лишним пас. Этот пас был лишним. И в итоге вот испанцы перешли на половину поля. Испанцы перешли на какое-то мгновение на сторону ЦСКА. Мяч потеряли. И снова армейцы пытаются прорываться по левому флангу с передачей в последующий центр. Это им удается. И Машкарин наносит удар поворотом средней силы. И Супизарета вынужден был в броске опять забрать в руки. А дальше опять испанцы, смотрите, теряют мяч. Армейцы ошибаются. Все по правилам. Подкат выполнен чисто. Футболиста ЦСКА подхватывает мяч. Продвижается к штатной площади. Пас по диагонали. На ход Сергееву тот чуточку к мячу не успевает. Интересно, правда, проходит игра. Нармейцы совершенно не слушались перед именитым соперником. Ни в чем ему в эти минуты не уступает. Пока счет не открыт. 0-0. 12 минут первого тайма сыграли участники этой встречи. Розырши Кубка Европейских Чемпионов. ЦСКА Барселона. Куман. Куманам глаз да глаз нужен. Он так неожиданно может из глубины поля, из обороны появиться у штрафной площади. Ну, а уж бить он умеет. Койка ЧА. Техничный игрок. Понаблюдайте за ним. Погладил так мяч ласково. Отдал его назад, потому что впереди никого из его партнеров не было. Из глубины поля снова атаку начинают футболисты Испании. Тут перемещаются по полю, пытаясь запутать оборону команды ЦСКА. Диагональная передача в площадь... В штрафную площадь. И армейцы мяч отбивает за пределы поля. Испанские комментаторы, игроки ведя с таким счетом. Ну и поплатили за легкомысленность. Хотя я все-таки вспоминаю, чаще всего мне довелось посмотреть игру финальную розыше Кубки Европейских Чемпионов с Ампторией. И это был вообще великолепный образец так называемого тотального футбола. Когда игроки от вратаря до нападающего были все заряжены на победу. Много двигались. Игра была боевой, интересной. Колоссальным действием технических приемов. И мощным ударом Хурмана на 112-й минуте, который привез к успеху Бартелону. Испанцы с мячом закрестаем. Потеря мяча. И тут же длинная передача вперед. Армейскому нападающему, которого в общем-то пекали сразу два игрока. Торс Лей Куман. В итоге мяч оказался, вы видели, у Суписаретты. Галкипера сейчас Куман пасует направо Ферреру. Феррер с мячом. Выкачая на правом фланге. Никуда не уходит. Вот как по желобку все равно действует. Вот пытается уйти от Колотовкина. Ну, в известной степени попытка это удается идти. Уже хотя бы потому, что испанцы получили право на угловой с места правого края. Сам Йохан Кройп утверждает, что он особое значение не придает. Наигрывание стандартных положений. Нужно угловым, свободным, штрафным. В этой ситуации он отдает предпочтение импровизации игроков. И тому, что конкретно происходит в данный момент на футбольном поле. Уж там, как они распорядятся, ума хватает, мастерства тоже. Предпочитает, чтобы его подопечные запивали мяч из игры. Буквальное, конечно, стремление. Счет не открыт. 0-0. 17 минут примерно сыграли команды в первой половине. Вы видели в действии новое правило, когда игрок отдает мяч назад вратарю. Тот не имеет права его брать в руки. И поэтому Шупизаретто ногой отбил мяч в поле. В атаке армейцы. Смотрите, какой отличный выход к ворота. Можно бить. Удар. Гол. Блестящий удар. Великолепная атака. Молодцы армейцы. 1-0 впереди наши. Молодцы. Как говорят футболисты, оборона провалилась. Испанская. Остался один центральный защитник. К тому же, посмотрите, смело ступил игрок в борьбу. И все попытки пятого номера помешать нашему футболисту. А тут еще один появился испанец. Не привели к успеху, потому что тот успел поднять голову. Посмотрел, где вратарь. Прицелился и точно послал мяч. В дальний угол. Восьмой номер Гришин. Посмотрите. Молодец. Вот третий номер. Грандиола. Пытался отдать мяч назад. Подставленная нога. Мяч отлетает к нашему футболисту. Тот, пользуясь ситуацией, набирает скорость. Идет вперед. И мощным ударом из уже из-под ноги посылает мяч точно в дальний угол ворот. 1-0. Впереди команда ЦСКА. В розыгрыше Кубка Европейских Чемпионов. В игре с Барселоной. Молодцы армейцы. Просто молодцы. Не будем забегать вперед. Не будем предвосхищать события. Но вот так, как они сейчас действуют, если их хватит на все 90 минут, замечательно будет. Посмотрим же, чем ответят испанцы. Передача Гойкоя Чея. Смотрите, какая прекрасная картинка. Значки, эмблемы. Все-таки мы умеем показывать футбол. А я еще добавлю, и играть умею. На коротке пытались футболисты испанского клуба Барселона сыграть. Не вышло, и за боковой бросает 10-й номер Сокрестаин. Гойкоя Чея. Очень много пасов Виттика при случае и без. Отдается 7-му номеру испанской команды. Тот по желобку на месте правого окраиня почти у самой боковой линии действует. Вроде бы стеснен в пространстве, но действует смело, уповая на свою технику, ловкость. Иногда ему удаются прорывы, но все-таки Колотовкин внимательно за ним следит. Куман подает мяч в штрафную. Опасное положение. Можно было пробить по воротам, но испанец предпочел отдать мяч вдоль ворот. И наш защитник мяч отбил за пределы поля. 1-0 передней команда ЦСКА. Заглянул ко мне Евгений Саныч Майоров, который готовит футбольное обозрение для вас. Но я думал, что ты меня решил сообщить. Нет. Захватил тут у меня лишний стульчик и ушел по соседству наблюдать матч уже здесь, рядышком в соседней комнате. У меня уже было несколько интервью перед началом встречи. Будут интервью в перерыве после окончания матча. Ну, естественно, такие события. Приезд в Барселону в центр внимания футбольного обозрения. Которое почему-то находится по непонятным совершенно для меня причинам. В каком-то таком загоне непонятно. Даже еще раз подчеркиваю. Непонятно почему. Куман не в лучшее время идет в эфире, а надо бы обратить на это внимание. Нарушение правил штрафной. Армейстер на половине поля команды у Барселоны. Ну, в безобиднейшей ситуации ошибаются. Подхватывает мяч игрок испанской команды. Набирал скорость, пытаясь прорваться. Это, по-моему, стоечков был восьмой номер. Но не вышло, потому что технично отобрал мяч. Из-под ноги отбил игрок команды ЦСКА. Армейцы с мячом. Пас вперед. Нарушение правил. Удар по ногам сзади. Момент приема мяча армейским футболистам. Мне нравится, вы знаете, вот эта картиночка. Табло 1-0. Впереди команда ЦСКА в матче с Барселоной. Подача в штрафную площадь. Субизарета, в общем-то, должен был выйти. Мяч забрать в руки. Ну, как так нерасторопно. И он действовал. И не искушая судьбу, Сокристайн отбил мяч за пределы поля. С левого фланга будет подавать угловой. Армейцы. Много футболистов команды ЦСКА в штрафной подача. Едва ли не всей командой сейчас защищались футболисты Барселоны. Дегеристайн посылает мяч, не глядя туда, в надежде, что Стоечков откликнется на эту передачу. Машкарин отдает мяч назад. Пас Гришину. Гришин один пока на месте правого крайнего. Диагональная передача Сергееву. И хорошо сыграл сейчас футболист Барселоны. Отбил мяч на угловой. Потому что за ним Минько находился. И готовый уже принять был мяч на грудь. А там дальше просто бы выкатился один на один. С ступеросу. С ступеросу. О, хол, 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 заблудился. С ступеросу. С ступеросу. И угловой уворот команды Барселона. 24 минуты сыграли команды. В первом тайме 1-0 в пользу ЦСКА. Подача. Мяч отбит за пределы штрафной. И за пределы поля. Что там? Нарушение правил. Боли-кармейцы ведут мяч в игру. Но арбитр на линии явно, конечно, ошибся. Потому что он мяч ушел от головы. Футболисты. Наши с мячом. Пас вперед. Винько. А чуточку сильнее надо было сыграть. А может быть даже и в разрез между двумя защитниками вперед. Потому что мне показалось, что именно такого паса ждал игрок команды ЦСКА. Вот он как раз сейчас уже подхватывает после другой передачи мяч. Пытается послать его вдоль ворот. А можно было, если бы увидел паса, отдать мяч Корсакову. И ступеросу. Кто вступает в игру. И на этом атака армейцев заканчивается. Ну что, что, автомобили фирмы СААП хорошие машины. У кого есть деньги, советских приобрести. Так, моя собственная реакция любителя автомобилей на рекламу в сегодняшнем матче. Сокрестанин с мячом. Гришин мяч перехватывает. Играет на коротке с Корсаковым. Корсаков отдаёт мяч чуть назад. Дальше передача в оборону. И пас вперёд. Отлично. Ну, ещё уснеет наш игрок. Борьба за мяч? Нет. Кой Кайча и Калатопкин. Калатопкин внимательно играет с этим парнем. Седьмым номером из испанского клуба. Отличный пас Кайча сделал назад своему партнёру. Это Лаудруб. Лаудруб мяч потерялся. Нарушения правил не было. Хотя Лаудруб попрежим лежит на поле угла штрафной площади. Судья на это не обращает внимания. Лаудруб поднимается. Всё в порядке. Игру продолжит. Штрафной стороны ворот испанского клуба. 27 минут сыграно в первом тайме. 1-0. Переди команда ЦСКА. Машкалин посылает мяч на правый фланг. Гораздо интереснее играет команда ЦСКА. Разнообразнее в атаке. Короткие пасы. Варьирует со средними и длинными передачами. В общем, игра смотрится с большущим интересом. Напряжение-то каково ещё. Вы сами ощущаете наверняка. И сегодня все мы болеем за ЦСКА. Завтра за Спартак. Так же, как и за другие наши клубы. Клубы украинские, которые участвуют в европейских клубных турнирах. И чтоб вы там не говорили, а все они наши. И никто меня в обратном не убедит. Сегодня все наши. А там посмотрим, господа политики. Субисаретов вводит мяч в игру. Куман посылает мяч вперёд. Ну, такие вещи частенько можно видеть в исполнении испанского клуба из Барселоны. Вот как раз именно в исполнении Кумана. Длинные диагональные передачи на ход за спину соперника. А там открывается, как правило, стоечка. Отлично играет Харин. Нравится это всё публике. А с моей точки зрения, для него вот такие вот передачи, образно говоря, словно семечки. Лишь добавляет куража. Барселонцы с мячом. Нарушение правил. Куман у мяча. Пас направо. Надаль. Ещё раз нарушил правила футболист команды ЦСКА и зарабатывает жёлтую карточку. На этот раз уже судья неумолим. И считает, что надо предупредить нарушителя, дабы охладить с его точки зрения страсти. Хотя они, в общем-то, не накалены. Игра проходит корректно, уважительно действует. Соперники друг к другу. Ну, это, так сказать, для профилактики. Харин на выходе из ворот. Молодец. Словно Magic Johnson. Знаменитый баскетболист поймал мяч играючи. Ну и сейчас посылает мяч в поле. Бегеристаин на месте левого хавбека там оказался. Сыграл с партнёром. Тот действовал дальше не лучшим образом, так же, как и футболисты ССКА. Футболисты Барса с мячом. В центральном круге пас. Наход. Гойко и Ачао. И рядом. Колотовкин неаккуратно действовал Колотовкин. Вместо того, чтобы сразу отдать мяч Харину, решил всё-таки сыграть защитником. Едва за это не поплатился, потому что ногу успел поставить двойкой Ачао. Ну, молодец. Харин был на чеку. Вне игры ловили на оффсайд защитники Барселоны. И им это удалось. 30 минут сыграли команды в первом тайме. Около 15 минут остается до окончания первой половины. 1-0, впереди команда ЦСКА. Мне приятно это произносить. Так же, как и вам наверняка приятно это слышать. Арбейцы выигрывают у Барселоны пока 1-0. Сергеев. Минько. Гришин. Это он забил мяч в ворота Барселоны. Быстро. Центральный защитник с мячом. Передача направо. Можно отдать назад. Отлично, ребята. Теперь вперед. Пас направо. Чуточку сильнее. Сильнее вы. И все в порядке было бы. Испанцы в атаке. Пас в центральную зону. Молодец. Здесь Холотовкин технично отбрасывает мяч Харину. Аплодисменты зрителей. Мы тоже по достоинству оценили действия футболиста ЦСКА. И сейчас передача уже в направлении левого фланга. Здесь шестой номер. Иванов сыграл с партнером. Получил от него мяч. Пасует чуточку назад. Седьмому Машкарину. Машкарин в центральный круг. К Быстрову. Быстров с мячом смотрит, кому отдать. Пасует мяч на левый фланг Машкарину. Машкарина уронили на газон. Девятый номер Неправ. Лаудруф. И штрафной выполнят армейцы. С места левого крайнего. Ну, команда ЦСКА второй раз в истории участвует в розыгрыше Кубка чемпионов. А первые матчи набрала 15 сентября 1971 года. Вы слышите, оглянитесь назад. На Стамбульском стадионе Митхат Паша с Галатасараем. Тогда была ничья одиноким. А счет открыл Борис Копейкин, которого вы видели вот здесь на переднем плане, когда показывали скамейку запасных команды ЦСКА, руководство команды. Ныне он один из тренеров команды ЦСКА. Вот он, пожалуйста, на первом плане. Ну, и там дальше все остальные руководители запасные ЦСКА. Угловой уворот армейцев. Минут 12 остается до кончания первого тайма подачи. Быстро подбил мяч. Опасно. Не играет. Ну, бросайте, Харин. Ну, а ты красавчик. Молодец какой, а. Спас от неминуемого гола. Команду ЦСКА. Коман с мячом. Забыли Гойко Чея на какое-то мгновение. Армейцы Колотовки не успел к нему прийти. Дал свободно мяч принять. Ну, а Гойко Чея переслал мяч туда, на левый фланг. Не посмотрев. И стоечково наши опередили. Мяч забрали. Пасуют его уже на половину поля команды Барселона. Изящный пироэт армейца не привел ни к чему, потому что испанцы мячом овладели. Едва тут не добились, вы знаете, такого очень острого эпизода. Возможности сравнять счет еще раз. Я застрел бы на этом эпизоде. Ваше внимание. В общем, Пустров молодец. Как-то расторопно так сумел развернуться и опередить игрока Барселоны. Кубан. Пас вперед. Дегеристайн. Бакеру послал мяч на левую. Подача в штрафную. Опасно. И мяч уходит за пределы поля. Бегеристайн. Опереди всех игроков команды ЦСКА. Нанес удар по воротам. Мне показалось, может быть, не мог Харин выйти из ворот. Может быть и нет. Ну, ему виднее было. Ну, потом с такого угла, конечно, даже если бы попал в ворота Бегеристайн, я думаю, что Харин все ногу не дал мячу пройти в ворот. Потому что он закрывал ближний угол. Ну, так уж разбираем этот эпизод. Потому что в мяч бы близко летел от ворот. Поэтому, естественно, возникает мысль, мог ли выйти, не мог выйти из ворот Волкито. Харин будет мяч в игру. Хорошо выбивает. Далеко. Борьба за мяч. Но там было чуточку раньше нарушения правил. Куман вел мяч в игру. Минут восемь девять до окончания первой половины. Правда, была остановка игры. Оказывали помощь армейскому футболисту. И там все показывали помощь и испанскому игроку. Поэтому судья наверняка там счет добавил. Удар от ворот. Харин вводит мяч в игру. Игра, в общем-то, смотрится с большим интересом. Игра удается армейцам. Я думаю, нет смысла снижать этот накал. Вот такие маленькие футбольные хитрости. Подтягивая время, не спеша вводить мяч в игру. Я имею в виду в этот эпизод, когда Харин так тщательно мяч устанавливал на линии площади ворот. Харин заберет мяч в руки. Харин заберет мяч в игру. Такие матчи такого уровня. Такого интересного. Великолепная возможность показать себя деловым людям. вообще мир спорта обладает конечно пожалуй самым высоким рейтингом плане размещения рекламы своей продукции своего имени свою фирму это уже общепризнанно так что господа бизнесмены уважаемые пиловые люди не теряйте время и деньги зря используйте спорт в своих целях мы вам в этом поможем и вы останетесь довольны бегеристаем пас штрафную а неплохо было задумано неплохо об этом же говорят и представители испанского клуба фото корреспондент из из испании который здесь тоже немало его здесь мне кажется как-то так на зря все-таки армейцы снизили накал ни в коем случае этого не надо делать задача штрафную за это спокойно забирает мяч в руки около пяти минут остается до окончания первого тайма противном случае вы понимаете испанцы разыграются перехватят инициативу ничем давать этот шанс когда можно диктовать свои условия как и было то вот этого игол ведь сармейцы не случайно запилу потому что действовали с огоньком азартно и то же время интересно красиво разыгрывали комбинации и в итоге вот добились успеха а потом на чуточку снизили темп чем воспользовался соперник сейчас инициатива у испанцев пусть незначительное но преимущество и у костей минько атака правым флангом из-за боковой введут мяч в игру испанцы 1-0 перегеют csk кубан граньёва trr закриста им лаудру угловой справа будут подавать испанцы выдача подает удар поворотом какой опасный удара давянуше немножко тревожно я вам скажу опять таки возвращаясь вот к размышлению на тему армейцы снизили темп снизили напор и в итоге испанцы инициативу перехватили сейчас имеют преимущество некоторое поэтому футболистом цска у себя на поле при своих зрителях при наших зрителях конечно же надо срочно вернуться к той игре в которой не демонстрировали в начале встречи и большую часть первую тайну прер бойко я че бросает из-за боковой согрестая на вводит мяч в игру получает мяч от партнера койко я че на месте правого края открывается рядом с ним колотовкин колотовки мяч отбирает но и сам упускает его за пределы поле а а а а а а а а и а а а Вот этот эпизод. Я не хочу драматизировать ни капельки события, ситуацию, но все-таки этот эпизод как бы подчеркивает размышления на тему снижения активности армейцами. Потому что сейчас в спокойной ситуации, конечно же, должен был Харин забрать мяч в руки и разрядить тем самым обстановку. А в итоге вот что, возникло вот что, заставившее нас устрогнуть, потому что с близкого расстояния испанский футболист нанес удар по воротам. Но, к счастью, мяч пролетел мимо, а удар был сильным после углового. Обратите внимание. А попадил в ворота, не знаю, сумел ли бы Харин со своим блестящим, даже мастерством, с великолепной реакцией выручить команду и в этом случае. И однажды помните, как он отчаянно бросился в ноги и спас ЦСКА от неминуемого гола. Срочно-срочно надо снова выносить коррективы в игру, возвращаться к той, что была в начале тайма и большую его часть. И тогда у армейцев все получалось, и все так смотрелось интересно, симпатично. Я думаю, что об этом и будет речь идти в перерыве. И Геннадий Косовев обязательно укажет своим подопечным на эти аспекты игры. И надеюсь, что армейцы немлят наставлением своего тренера и, конечно же, сыграет в другую игру во втором тайме. Пока что преимущество испанцев, а им, как говорится, палец в рот не планирует. Возникнет еще возможность. Не простят. Да, армейцы большую часть времени под занавес первого тайма защищаются. Но вот теперь у них контратака тут наметилась, но неточная передача. Испанцы мяч перехватывают. Адресует его туда налево своему партнеру. Третий номер сейчас Граньола с мячом. Кубан длинным пасом бросает вперед своего товарища по команде. Опасный момент. Отбивает мяч. Пусть он за пределы поля. Мяч приходит снова к испанскому футболисту. Тот пасует его на левый фланг. Это Лаудрух. Передача диагональная. И молодец Харин. Отлично читает и эту атаку испанцев. И забирает мяч в руки. И заканчивается первый тайм. Я же говорил, что судья что тут добавил. Потому что была остановка в первом тайме игры. И мяч уходит за пределы поля. Пиваров пытался там продлить мяч так. Полет его. Но это тоже маленькая футбольная хитрость. Отпил мяч далеко. Время сейчас работать на команду ЦСКА. Арбитр смотрит на секундомер. Роттлисбергер из Швейцарии. Испанцы вводят мяч из-за боковой. Десятый номер Сагристайм с мячом. Или как его называют Чаэл Себио по имени Ив. И сейчас появляется кредит Граньола. И свисток арбитра. Испанцы вводят мяч. Испанцы вводят мяч. Испанцы вводят мяч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 голкипер был на высоте отличный эпизод и команда цска получила правом угловой с места левого крайнего подача борьба за мяч бегери стайн отбивает подхватывает лау друг смотрит кому отдать слева стоечку и наверное надо было бы уже чуть раньше мяч послать на левый план как раз . освободился от эпикуната освободился еще и потому что сам второй номер и гущин бросил место правого защитника и упрямился до в центр с тем чтобы преградить путь штрафной площади лаутруху было нарушение правил штрафной мяча кубан как обычно ну доворот далековато метров 36 подача в штрафную площадь опасный момент мяч не успевает подправить ворота бакера и сейчас харин ведет мяч в игру ударом от ворот а вот там пока мы с вами наблюдали за эпизодом площади ворот когда бакера пытался дотянуться до мяча кто-то из испанцев столского клуба одного из самых популярных и только в испании но европы в европе ну а на время там же и музей славы клуба барселоны а на время олимпиады там было так сказать штаб-квартира фирмы adidas тоже место весьма популярные дни олимпийских игр в барселоне из-за боковой испанцы бросает мяч примерно 11 минут сыграли команды во втором тайме по-прежнему 1-0 впереди команда цска стоечку а мор сокристаем пубан обор с мячом пас направо играть можно показывать себя на контратаке пытается поймать соперника армейцы но по моему это не удастся потому что клубом мечом овладел нарушение правил со стороны футболиста csk гришин был неправ и получил гришин сергей ну да сергеев получает предупреждение от арбитра 1-0 по-прежнему цска впереди сейчас уже я думаю продолжу встречу все будет в порядке и он же наверно введет мяч в игру мяч ферреру сергеев гриста ну тот же эпизод что и в случае с сергеевым сергей получил желтую карточку и в этом эпизоде бигерестайн тоже наказывается предупреждением которое будет внесено в протокол матча 1-0 впереди армейцы но пока футболистом цска во втором тайме не удается так игра которую не продемонстрировали первые 30 минут матча первом тайме и приходится не учуточку конечно же об этом сожалеет если и возможность для того чтобы вернуться к той игре или во всяком случае сейчас попытаться навязать сопернику нечто такое что покажется для него неудобным конечно футболиста цска располагает такими возможностями но для этого надо как говорится схватиться всем вне игры вы знаете о том что кого несколько игроков команды цска выступает испанских клубов и частности дмитрий кузнецов и он частности говорил о том что прогнозируя встречу в барселоне в лужниках главное в лужниках не пропустить вот и в этом случае можно поймать испанцев на контратаках в ответ на матче и добиться успеха с учетом уязвимости их обороны зато вот нападение цитирую барселоны сумасшедшие я цитирую дмитрия кузнецова ну насчет сумасшедшие в обороне еще так сказать мы с вами не убедились в этом но пока что испанцы во втором тайме имеют преимущество в опасный момент и в конце концов добивается успеха не без помощи стоявших и наблюдавших защитников команды цска одиннадцатый номер бегеристайн воспользовавшись оплошностью обороны я иначе этого не назову потому что чуть ли не вся команда была в обороне словно сквозь масло проник в площадь ворота бегеристайн мне сдается что мог в этом эпизоде пока там еще приноравливался к удару бегеристайн выйти из ворот харин и помешать сопернику нанести удар сделать то что он сделал в первом тайме тоннке в отчаянном броске бросивших ноги на ноги и пас команду свою отмену ну а в этом эпизоде он уже бессилен был помочь когда остался в воротах не так что вот видите испанцы насчет сумасшествия я не думаю что это так сказать итог вот такой игры и итог гол и такой вот игры но тем не менее им преимущество свое испанцы реализовали вот то о чем мы с вами прогнозировали что если к армейцы не вернуться игре начало первого тайма будут действовать так как они играли в конце первой половины не сдобровать дальше вот в общем-то нашу так сказать прогноз и наши впечатления оправдались и испанцы восстановили равновесие главное не пропустить не удалось забить забили армейцы и помните так мечтали что если им удастся и дальше играть все будет в порядке ну вот так и гримасы футбола стоит только одному игрокам выпасть из ансамбля астана остальным это выпадание подхватить если можно сказать то в общем приводит это к тому что мы сейчас наблюдаем теперь уже барселона играет так как играла цска в первые 30 минут первого тайма хотя есть возможность у футболистов циска игру свою наладить кубан фокин лау друг посылает в штрафную кубан свечом судья на блике показывал что было вне игры носу арбитр в поле мяч не оставил потому что мячок владели испанцы этой кричи амор можно говорить о том что с выходом оборона ладилась игра в середине поля у испанцев лау друг бегеристаем гришин гущин пас в центр сергееву сергей продолжает атаковать мог бы если бы упал кто знает судья бы зафиксировал нарушения так мяч от ноги армейцы ушел за пределы поля удар от ворот замена составит цска вместо 10 корсакова на поле выходит файзулин удачно входит в игру всегда этот футболист посмотрим удастся ли нам увидеть нечто такое что способен файзулин внести в ход игры когда он выходил матчах на первенство россии и стал остаться заметным сразу же с первых же вместо дмитрия красакова играет ильшат файзулин ильшат файзулин четырнадцатый номер составе команды цска гришин пас по диагонали вперед туман ну с грехом пополам и за это вышел из положения и чем испанцы уже на половине поля команды цска выкач а у друг ну к ч здорово сыграла по страху я не игры судья фиксирует на линии и свисток арбитра арбейцы вводят мяч в игру 20 минут сыграли команды во втором тайме а а а а а и прочим 11 футболистов вот так барселона играет в сборной команды разных стран вот какой клуб противостоит сегодня команде цска но тем не менее я так сказать стрелы критики выпускаю в адрес футболистов они скорее не стоят не критика а пожелание чтобы вот так сказать смелее действовали армейцы против Дмитрия но и они вот что-то нам предоставили что это их сила футболистов а а а в куда одиннадцать игроков стоечка в это болгария пуман и печки голландия лаутрук дания ученич учили чьи это из хорватии сарата первых гвардилла пакера а морковой кача и это игроки которые входят в форму испании ну и тренирует футболистов барселоны дёхан крой в первом году в конкурсе лучшим футболистом европы приятно конечно играть с такими игроками с такой командой все это конечно останется в памяти и болельщиков и самих участников этого матча пока ничья 1 1 во встрече европейских чемпионов цска партелона и карин на месте выходит из ворот гришин открыл счет и гири стайна втором тайме восстановил равновесие карин будет мяч в игру и гущин конечно нам бы хотелось посмотреть и ответственную встречу из посмотреть трансляции из барселоны также как спартака ливеркуля матч участие партака знаменитого английского клуба конечно сейчас заламывают деньги приличные очень определяют организаторы этих трансляций и в барселоне и в ливерпуле идет что называется торговля с организаторами трансляций но рис и суммы конечно приличные так вот не думается что я были тем самым обращаясь к деловым людям но если хотите и высоким руководителям устроить праздник болельщиков и организовать трансляции этих матчей из ливерпуля и из барселоны наш футбол российский стоит того и болельщики наше трудное время заслужили право посмотреть эти игры что там уж какие-то деньги какие-то доллары пусть даже несколько десятков тысяч по такой игре интерес барселоне патчу будет необыкновенным и знаменитый стадион не сомневаясь ни секунды будет запомнить до отказа так же как и в ливерпуле в ответной встрече со спартаком вообще конец октября насыщен футбольными событиями которые на экране телевидение в частности 22 по 26 здесь на малой спортивной арене пройдет финал розыгрыша кубка россии по мини-футбол сейчас необыкновенно популярен во всем мире и перестает пытался вывести прорыв стойка чего стойского не удалось арен отлично сыграл так вот 20 по 26 это малой арене мини-футбол финал кубка россии чемпион ссср клубка с м24 против чемпиона россии супер клуба как его называют и тут и спартак будет играть сибирские команды санкт-петербурга очень интересное зрелище футбол начало 22 этого турнира на малой арене так что те болельщики которые придут в нуждники могут посмотреть мини-футбол а затем уже перейти на большую арену и понаблюдать заходом встречи спартак ливерпул на торпеда 31 финал розыгрыша кубка россии по женскому футболу видите как и все это очень интересно все это способствует популяризации футбола народной любви и так что приглашаем вас любители спорта посетить эти соревнования ну а я повторяю что мы сделаем целосного чтобы показать вам эти турниры по деловых людей опять призываю и обращаюсь к ним поспособствовать тому чтобы организовать трансляции из барселоны и из ливерпуля с участием команд цска и спартака один один во встрече цска барселона 2 тайм 26 минут сыграно гришин удары издали увидел что супе зары то вышел из ворот и послал попытался перебросить мяч через вратаря ну молодец что так в общем была сделана такая попытка пусть немножко не удавшиеся бегеристая на ваших экранах игрок который восстановил равновесие в этом матче обор ума ума все-таки хорош вот игрок в обороне и так заметен а казалось бы занят разрушительной работой и тем не менее как только мячки выпадает и всегда знаешь что он сыграет просто так не сыграет что любит дай придумай так там уже исполнил а пока ты молодец какой четвертый номер по строку из-под ноги 10 номера за крестой на успел выбить мяч 1 1 из-за боковой испанцы будет мяч в игру надаль получает мяч от партнера пушин будет мяч за боковой бегеристая пума амор все по правилам и армейцы начинают контратаку переходят в среднюю линию поля гиманов набирает ход и идет на месте левокрайнего а его партнер пытается переправить мяч туда в центр а там кулман опытнейший футболист перехватывает мяч технично тут же и отбрасывать его своему партнеру испанцы переходят на половину поля команды цска диагональная передача в центр тут следует удар поворотом из-под ноги арина оказывается на месте в принципе он и обязан был в этом углу находиться а удар на сель сокристаян сокристаян втором тайме просто резко выдвинулся вперед и и вместе со стоечковым кирзает оборону команды цска если в первом тайме только ли стоечков находился впереди то вот сейчас второй игрок десятый номер чаще всего нам напомогает стоечковую в атаке ну при случае он отходит назад но как только развивается так а испанцы владеет мячом тут же сокристаян выдвигается резко вперед также кто-то либо из других игроков среди середины поля ну а койка я как по своему жилобку действовал в первом тайме так и продолжает на месте права крайнего отвлекая от центра обороны команды цска колотовкину колотовку в персональной опеку в принципе удалось вот сейчас на такую твой кача нарушение правил нет можно играть показывает судья из швейцарии еще арбейцы диагональная передача на правый план направлении по изделено но немножко сильной с пиццар это забирает мяч в руки 30 минут сыграли команды во втором тайме 11 пакера с мячом и куба амор будет поворотом удар издали и мяч летит мимо на всякий случай так подстраховал полет мяча карин действовал расчетливо удар от ворот смотрите еще раз этот эпизод борьба за мяч гришин несколько пасов и технических приемов таскать как учебное пособие в исполнении испанских футболистов они свечем амор стоечка в отошел немного назад сокристаем амор слова стакали стоечков пасует на левый фланг лаутруху кто берет игру на себя останавливается и будет передавать мяч на место 11 метровой отметки опасно там харин даже я слышал как крикнул удар по-прежнему испанцы в атаке а выбросить некому выбивает мяч поле халин направлении файзулина борьба за мяч здесь армейцам труда потому что три защитника 2 футболиста цска опытный кубан мячом красиво распорядился или вичок красиво распорядился вот он мяч за креста и на вот тут его потерял армейцы с мячом а нет поторопился поторопился арбеет сейчас пасом надо было взять игру на себя и попытаться пробить поворотом самому проходясь тем более прямо по центру вороту где-то в двух-трех метрах от линии штрафной площади это был гришин сообщаем вам порядок выхода стреку после окончания чем первыми выходят зрители вверх кубан сначала феррер черный сектором затем не черный сектором после того как большую спортивную арифу по герестайн свои места зрители ниже сергей вперед ребята по залива жалко хороший эпизод а молодец и ванол хорошо обыграл соперника за после окончания подальше бы туда вот в дальний угол а подальше от вратаря а так пробил по сути тело в руки ну конечно дадим должное опыту супе заряди он выбрал позицию очень хорошо и вот как раз удар пришелся в голкипера нас печем испанцы уже на половине поля команды цска 11 12 минут остается до окончания матча ну что-то удар вдоль ворот нет не успевает упорить барселоны выполнить этот удар и мяч уходит за пределы поля харин ведет мяч в игру 11 да это контр-этак армейцев доставил нам конечно удовольствие а лаудруб борьба за мяч и пятый номер хоккин вот этой борьбой за мяч добился того что армейцев ведет мяч в группе напротив угла посмотрите штрафной площади ступи зарытта дает указания защитника внимательно сидит за подопечными штрафной площади обычная сценка у ворот когда команда защищается цска с мячом гришин сумел подать ну а вот опередить фантуру соперника я не сумел не удалось ему это сделать по тем не менее второй номер феррер выбил мяч за пределы поля угловой армейцы будут подавать вместо правого кранего 10 минут как остается до окончания встречи 1 1 гришин первом тайме открыл счет пикериста и во втором повторил равновесие цска подает и спокойненько ступи зарытта забирать мяч руки отлично бросает мяч гойка ячая быстрому и техничному рядом с ним уже колотовки гойка чего вы еще сыграть паса креста и нам тот свою очередь по керу а по керу с защитником и в итоге мячу бумага берет армейцы отошли на свою половину поля впереди лишь сергеев на половине поля команды барселона лаут руслова обосновался на левом фланге здесь только чья направо вытаскать попытка все время растянуть оборону команды цска бойка чего-то действует больше как атакующий игрок а лаут руку в эпизодах только обозначает так сказать вот эту растяжку обороны удается в ульных случаях до их нет нарушение правил опасные испанцы вводят мяч в игру куману мяча все тот же куман бьет штрафную и мяч от бушманова уходит за пределы поля угловой с места левого крайнего испанцы будут подавать не спешат их счет этот устраивает так похоже на поле соперника конечно игра в барселоне будет носить иной характер как там говорил наш дмитрий кузнецов сейчас играющий в испаньоле из команды цска нападение сумасшедшие ну вот может быть вот этот самый сумасшедший нападение путь не проявлять свои сумасшедшие качества в ответном матче а на контратаке можно поймать в этом случае так предполагают специалисты можно армейцам сыграть в ответной встрече конечно все это интересно замена в составе команды барселона вместо багеристайна на поле час выйдет 12 номер посмотрим 12 номер родригес хуан карлос родригес уходит в игру остается минут семь до окончания встречи йохан крой подошел кромки поля о чем-то переговорил с куманом тот побежал центр передал эти указания наставника и барселоны и уже встреча продолжается 11 а точнее она подходит к концу 1 1 по-прежнему 1 1 и ответные матчи все только европейских турниров 4 ноября 4 ноября в ливерпуле будет играть спартака в барселоне цска предпринимается усилия идет торговля поры с организаторами телевизионных трансляций из этих городов а я еще раз обращаюсь деловым людям болельщиками истинным поклонникам футбола может быть скинемся и организуем все-таки трансляции матча из барселоны и из ливерпуля ливерпуля и жизнь ведь что наша жизнь игра армейцы чуточку погостили в штрафной площади барселоны но потеряли там мяч и супе саретта ведет его в игру 11 около пяти минут остается до окончания встречи судя нам таскать окончательно сообщит об этом окончании но пока еще игра продолжается испанцы получили право на штраф четверг спартак в лужниках встречается с ливерпулем и завтра же начинается финал розыкша кубка россии по мини-футболу на малой арене лужников предварительные игры бесплатно полу за полуфинал и за финал за посещение малой арены придется заплатить мне кажется символическую сумму в 5 рублей приходите не пожалеете виде футбол это интересно тоже супер клубки на стоит посмотреть поверьте мне так же как и московский спартак мини-футбольные команды так же как и косы 24 и другие клубы участник финал розыкша кубка россии тоже заслуживаю кубок свечом амор играет с партнером испанцы владеют мячом длинный такой розыгрыш мяча уже передач наверное 6 7 было сделано и по месту левого крайнего района линии ворот . и теряет мяч пыта от ворот показывает сидья встречи в целом не работа арбитров очень понравилось сегодняшнем матче были строги в меру судьи целом встреча прошла очень даже корректно я не сомневаюсь что она доставила вам удовольствие мне лично да за то что может быть не до конца сыграли армейцев так как нам бы хотел уж очень многообещающим было их начала в первом тайме мяч забиты ними но потом все таки они и сами снизили активность по непонятным причинам ну и естественно соперник этим не применил воспользоваться будут здесь названы лучшие футболисты этой встречи будут вручены памятные по этому случаю сувениры но я все-таки поблагодарил от вашего имени всех участников этого поединка также как я выражаю огромную благодарность всем кто организовал эту трансляцию по ней часто все технические службы операторы режиссер раиса панина комментатор владимир маслаченко все все кто участвовал заслуживает по моему в этой встрече самых добрых слов и конечно же огромное спасибо болельщикам которые пришли в этот прохладный вечер на стадион душники хотя мне кажется я с этого начал репортаж приезд команды такой команды как барселона должен был бы наверное вызвать гораздо больше интересный мне как-то стадион как он будет заполнить до отказа но увы такова наша сегодняшняя жизнь будем надеяться конечно на лучшее также как из надеяться на то что мы все-таки с помощью вашей деловые люди найдем возможность показать ответные матчи из барселоны и из ливерфуль я с этим обращаюсь и к руководителям нашего спортивного помочь в организации трансляции я внимательно слушаю любовь черемушкина редактора нашей сегодняшней трансляции о чем вы мне хотите сказать я ну конечно в конце будет наша еще одна реклама мы потом мы закончим нашу трансляцию а пока что 11 и истекает время встречи армейцы попытались пройти к штрафной площади испанцы мяч перехватили тут же потеряли футболисты цска с мячом колотовкин пасует вперед борьба за мяч там кубан технично пытается отобрать мячку соперника техниче так как он всегда играет игрок мягкий но в то же время по правилам жесткий советнейшая фигура в составе испанской команды и вообще в мировом футболе рональд кубан подошел к супе тореки отличному вратарю клуба барселона и сборной испании сейчас ведут мяч в игру кто сделает это куман или супе сорета куман выбивает мяч в поле на моих часах уже время матча истекло смотрю на на табло там тоже уже 21 час 45 минут но известит об окончании матча только арбитров смотрит тоже на секундомер в игру вводят мяч из-за и розыгрышем штрафного футболисты цска и сильный удар вперед туда на место левого крайнего выходят на зрители опять-таки в первую очередь четко сабор соблюдать организованность и порядок я еще раз повторяю все вы пожалуйста не спешите и создавайте скатся креста и на дает мяч назад в оборону куман с мячом на месте центрального защитника пасуют левому защитнику ферреру тот дальше вперед недалеко носу креста креста мяч в центральном круге у амора амор мяч потерял бы потерял его тут же и минько ну подоигрывают встречу участники сегодняшнего матча по моему они остались довольны друг другом их устраивает и результат этой встречи хотя может быть могло быть и лучше для команды цска открывший счет в этом поединке но все-таки не будем забывать на армейцам противостоял одна из лучших команд мирового клубного футбола чемпион европы барселона 11 игроков которые входят в состав сборных разных стран о чем я вам уже говорил ну что же я думаю что встреча не сомневаюсь вам доставила в этом случае удовольствие и надеемся на лучшее в ответном поединке 4 ноября надеюсь что мы его с вами как сами понимаете более чем прозрачный намек не повторяясь о чем уже говорил об организации трансляции девятнадцать часов спартак принимает в лужниках на большой арене ливер пуль это тоже будет один из захватывающих поединков этого этапа розыгрыша европейских клубных турниров ну что жребий подарил нам изумительную возможность посмотреть лучшие европейские команды и зато ему тоже спасибо армейцы достойнейшим образом выступили против именитого клуба сегодня и заслуживает конечно же похвалы могло быть лучше могло ну что поделаешь не вышло после этого свисток арбитра поблагодарим бригаду судей за отличную работу участников мать